Немножко печальный момент, потому что настало время прощаться. Год, который мы провели вместе, был очень плодотворным. Дал мне очень много нового, научил меня много чего. Я очень благодарен за это. Но наступил тот день, когда пора сказать. До свидания. Пришло время продать мой макбук. Он совсем устарел. 2013 года, 4 гига оперативки. Монтаж и коррекцию видео он удерживает уже с трудом. Это значит, что ему пора отправиться в другой дом. А на его место придет кто-то новый. Спасибо тебе, малыш. Я буду помнить тебя всегда. Вот и все. Мака моего больше нет. Теперь нужно искать что-то новое. На самом деле, как-то реально грустно. Потому что мак, это мак. Очень крутой был. Единственный нюанс, если будете покупать макбук про, то обращайте внимание, что у моделей старше 2014 года, у большинства моделей, насколько я знаю, нет возможности увеличения оперативной памяти. В принципе, когда я его покупал, я об этом еще не знал. Я купил 4 гига оперативки. Думал, что ничего страшного, увеличу оперативку до 16. Все будет хорошо. Оказалось, ни хрена. Оперативка впаяна. В макбуках с 2014 года она уже впаяна идет. Соответственно, я попал в такую ситуацию, что полноценно заниматься всеми проектами, которые у меня есть, на таком компьютере нельзя. То есть, ему реально тяжело. Простой монтаж он, естественно, тянет. Простую цветокоррекцию он тоже тянет. А вот какую-нибудь графику, какую-нибудь сложную цветокоррекцию он, к сожалению, уже вытянуть не может. Только что вернулись с магазина. Прогуляться решили посмотреть, что с ценами, что сейчас вообще. Скажем так, PC-шник предлагает, какие компьютеры сейчас есть на PC. И я пришел к выводу, что вот тот камень преткновения, за который многие макбуки не любили, когда говорили, что они очень каких-то нереальных денег стоят, не оправданы. Так вот, на данный момент ситуация абсолютно геометрально противоположная. Я пересмотрел сейчас в трех магазинах ноутбуки, и более-менее нормальный ноутбук с нормальным железом, PC-шник, стоит от 100 тысяч. За 100 тысяч можно легко, непринужденно купить макбук Pro там с 16-го года. При этом сама оболочка macOS, на которой работают макбуки, она, ну, в разы быстрее работает, чем винда. Поэтому я сейчас в небольшом замешательстве, в небольшом смятении. Я не знаю, что покупать за место проданного макбук Pro моего старенького. Скорее всего, буду все-таки искать, наверное, что-нибудь из бэушных. Либо макбуков, либо макмини. В общем-то, наконец-то решил я вопрос. С компьютером в Гранд Каньоне есть официальный дилер Apple. Я остановился все-таки на нем. Купил я макмини, потому что альтернативу Apple я на сегодняшний день не вижу. Сейчас доберемся до дома, будем распаковывать, смотреть, что там внутри. Ну, в общем-то, вот он. Красавчик. Модель называется MGM2. MGM2. Что у нас тут по характеристикам? Короче, отдельно на него запишу обзорчик. Сейчас так вкратце расскажу. 2.6 процессор. i5 до 3.1 ГГц. Можно, наверное, точнее сам разгонять с турбобустом. 8 ГГц оперативки. Минус по сравнению с моим прошлым макбук Pro. Только один-единственный. Это винчестер. Он здесь на 1 терабайт. Там был на 128 ГБ. Но там был SSD, а здесь обычный. И на самом деле не очень удачный. Но плюс то, что здесь можно поменять. Оперативки здесь больше, процессор здесь быстрее. В общем, все быстрее. Сейчас будем подключать отдельно. На втором канале, скорее всего, я сделаю такой полноценный обзор. А на этом канале через пару-тройку дней аналитику запилю. Потому что за последние два дня очень много чего передумал. И хочу окончательно высказать свое мнение. Относительно тех, кто может в голове держать переход с Windows на Mac. Или наоборот, с Mac на Windows. В общем, все свои мысли я выскажу. А пока, сейчас буду все опять настраивать. Чувствую себя при поганейшем. Всю ночь практически не спал. Горло у меня безумно болит. Кидает в жар. Такое ощущение, что все-таки Ксюшину ветрянку я подхватил. Ну, либо я сильно очень простудился. Причем, самое интересное, что температуры у меня нет. Субтитры создавал DimaTorzok